Здравствуйте, товарищи зрители! А вы знаете, что если у вас есть такие состояния и симптомы, как то спазмы и подергивание любых мышц, аритмия сердца, гипертония, бессонница, утомление, депрессия? Так вот, если хотя бы два из приведенных симптомов у вас есть, то у вас точно есть дефицит магния, и это очень плохо. Сейчас я вам поясню, чем опасен дефицит магния, зачем он вообще нужен в организме, в каких продуктах его много, какой магний можно применять в виде добавок, а какой нет категорически, и отчего анализ на магний никогда не покажет реальный дефицит магния. Не будем терять время, слушайте внимательно. Итак, магний расширяет кровеносные сосуды и тем самым снижает повышенное артериальное давление. И для всех, у кого есть артериальная гипертензия, которую люди называют гипертонией, магний жизненно необходим. Принимать тогда его надо до 500 мг в сутки. Кстати, это еще предотвратит большинство случаев инфарктов. Магний тесно связан с кальцием и витамином D3, поэтому он защищает от остеопороза и остеомаляции. То есть магний активирует витамины и помогает им, то есть витамину D3 и витамину К2. Принимайте их вместе, ну, в один день с магнием. Знайте, что дефицит магния похож по симптомам с дефицитом калия. И хорошо, что они есть оба в больших количествах в листовой темной зелени, которую надо есть обязательно всем. Оказывается, что при любых воспалениях надо обязательно принимать магний. Он их снижает. Более того, инсулинорезистентность тесно связана с магнием тоже. Прием магния поможет повысить чувствительность к инсулину. Значит, снизить повышенный уровень сахара в крови и снизить нагрузку с поджелудочной железы. А вот дефицит магния поднимает уровень кортизола, а это вызывает и повышенный стресс, и апатию, и депрессии. Очень вреден сахар для магния. Он его как бы забирает из организма, идет больше его расход. И, конечно, алкоголь. Магний работает с ферментами митохондрий и нормализует работу АТФ, то есть дает нам энергию. Потому при его дефиците возникает усталость и упадок сил. Магний дает энергию и натриево-калиевому насосу. Вот почему при дефиците магния и возникают судороги мышц. А вообще магний входит в состав более чем 300 ферментов. Обо всем не расскажешь, да и нет смысла. Я только самую суть. Если есть боли в мышцах, мышцы как бы тянет. Если они быстро устают от физической работы, пейте магний обязательно, но не любой. Я скоро вам поясню про все формы магния. От карбоната до цитрата. Кстати, магний уменьшает риск образования камней в почках. И предотвращает отложение кальция в сосудах. И тут он опять дополнит и будет очень важен для совместного приема с витамином К2. Который как раз не дает кальцию отложиться в сосудах. И вообще в любых частях организма, где он недопустим. Энергия в виде магния налаживает проведение нервных импульсов. И наоборот, вот почему прием магния устраняет аритмии и защищает сердце. А у кого были инфаркты или кто находится в группе риска, обязательно применяйте магний, это ваше спасение. Он вам просто жизненно необходим в виде добавок. По 400-500 миллиграмм в сутки, каждый день. А где много магния? В каких продуктах? В зелени, дорогие друзья. В зелени, в темной листовой. Зелень, укроп, петрушка, сельдерей, любисток. И перечисляйте сами далее. Помните, все, что зеленое по цвету, оно зеленое потому, что в основе лежит хлорофилла. В хлорофилле основа магний, пигмент зеленого цвета. Вот вам и критерий, где много магния. Потому нужно есть темной листовой зелени в идеале много. Примерно 450-500 грамм в сутки. Внимание, не общего салата, где еще там, скажем, редиска, огурцы, а именно листовой темной зелени. А если вы столько не едите по той или иной причине, то тогда вам необходим дополнительный прием магния. Да, беда в том, что люди сейчас едят очень мало зелени. Многие себя и заставить даже не могут. А зимой нужное количество в сутки зелени гораздо дороже любой биодобавки, содержащей магний. Потому кто не ест 400-500 грамм зелени в день, каждый день для активности и здоровья необходимо принимать магний. И тут мы подошли к самому главному. Какой именно магний нужен нам? Во-первых, чтобы не навредить себе, а во-вторых, чтобы не выкинуть деньги на ветер. Ну, покупая ненужный и вредный препарат. А чтобы купить правильный, и он дал результат. 20 лет назад примерно у меня была аритмия и другие признаки дефицита магния. Тогда я ел салата листового, ну и вообще зелени очень мало. Ну, почти как и все другие люди. Сейчас я ем зелени гораздо больше, но все равно не всегда достаточно. И потому я лично принимаю магний, сразу находящийся в двух активных формах. Поясню суть, сразу дам совет и сделаю вывод. Значит, сульфат, карбонат, оксид и гидроксид магния бесполезны. Они плохо усваиваются, никогда не покупайте эти формы магния. Цитрат магния хорош, но он часто оказывает слабительное действие. И потому подойдет далеко не всем. Но самый лучший вариант, который я лично и принимаю, это комплекс, который состоит из молата и цитрата магния вместе с фолиевой кислотой. Которая и доставляет этот комплекс до каждой клетки нашего организма. И КПД его усвоения близко к 100%, 99%. Ссылку на него я оставлю вам прямо под этим видео, под номером 1, сверху. Водные и хилатные растворы магния в идеале принимать на ночь. Но вообще можно два раза в день во время еды. Лучше прямо по завершению приема пищи сразу. Сколько принимать магния, вы спросите. Я уже кое-что вам рассказал, но в среднем от 200 до 500 миллиграмм в день. Больше не страшно. Если у вас повышенное артериальное давление, то есть артериальная гипертензия или судороги, скажем ног, то принимайте 500 миллиграмм в день. Для поддержания организма без явных симптомов дефицита достаточно примерно 200-250 миллиграмм в сутки. Не можете уснуть 300+. Если вы много едите темной листовой зелени и у вас нет явных признаков дефицита магния, можно для профилактики 100-200. Да, магний хорошо усваивается вместе с витамином В6 и с витамином В3. Потому я лично еще и принимаю, ну, стараюсь каждый день, органическую спирулину. До 20 таблеток в день, ну, два раза в день или там даже за один, прямо во время еды, либо сразу после. Закидываю в рот и глоточек воды, буквально глоток, не страшно. Он не снизит паз желудочного сока. А спирулина зеленая, она содержит и магний, она содержит и витамин В6 и другие витамины группы В, и незаменимые аминокислоты и другие важные нутриенты. Ссылку на биоспирулину, лучшую, эффективную и, главное, безопасную, я оставлю вам тоже под этим видео по ссылке номер 2, то есть вторая ссылочка сверху, прямо под этим видео в описании. А витамин Д3, конечно, надо принимать всем в наши дни. Я объяснял почему в своих видео про витамин Д3. Я рекомендую, как и витамин К2, Д3, только принимать в липосомальной форме. Почему, посмотрите видео мои про Д3 и К2 в липосомальной форме, ссылки оставлю. Да, чуть не забыл, анализ на магний по крови бесполезен абсолютно, так как он не позволит выявить дефицит магния вообще. Почему? А потому что 99% магния в организме находится не в крови, а в клетке. А если вы хотите истинную картину, хватает магния или нет, есть анализ специфический. Анализ на внутриклеточной магнии. Его, конечно, в медцентрах тоже делают. Если вы выберете магниевый комплекс цитрат плюс малат плюс фулевая кислота, который я принимаю и вам рекомендую тоже, то переходите по ссылке прямо под этим видео на страничку сайта, где вы сможете прочитать подробно все с описанием и узнаете и про дозировку, и про состав, и какой курс без перерыва рекомендуется принимать, и сколько на один курс трехмесячный, скажем, вам нужно флакончиков фулевой кислоты вместе вот с этими двумя формами магния, ну и прочую информацию. Ну что ж, я надеюсь, это видео было вам очень полезно и информативно. Итак, все то, о чем я вам говорил в этом видео, я ставлю вам по ссылкам под этим видео. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!